Начну с того, что нам известно со школы. Царь Александр I вступил на престол в результате трагических событий. Его отец, император Павел, был убит кучкой заговорщиков. Причем сын был в курсе заговора против собственного отца. И, судя по всему, это приветствовал. Единственное, чего он не ожидал, что отца его, вместо того, чтобы сослать куда-нибудь подальше, лишат жизни. Отсюда и комплекс, и навязчивые мысли оставить престол, забиться куда-нибудь подальше. При этом, мучаясь угрызениями совести на троне убиенного батюшки, Александр умудрился войти в историю как царь-благодетель, которого народ называл не иначе, как Александром Благословенным. Однако, радия за Отечество, Александр Благословенный упрямо вынашивал планы отречения от престола. В сентябрю 1825 года Александр Павлович в тайне от всех подготовил соответствующие документы, запечатывал их в конверт и вручил московскому архиепископу Филарету со словами «Хранить до моего личного востребования». После этого Александр сообщил жене, что собирается отбыть в Таганрог с тем, чтобы никогда больше не возвращаться в столицу. Елизавета изъявила желание ехать вслед за мужем. Прибыв в Таганрог, Александр I, как известно, заболел и скоропостижно скончался, предоставив историкам ломать голову, умер он тогда или нет. О том, что со смертью государя что-то нечисто, заговорили буквально на следующий день после его кончины. Первой ласточкой был рассказ солдата, несшего караульную службу в ночное время возле дома, где жил император со своей свитой. Служивый поведал, что за сутки до кончины самодержица видел, как ночью через черный ход из царских покоев вышел человек, закутанный в длинный плащ. Неизвестный повернулся к часовому спиной и быстро пошел прочь. И вот в этом человеке солдат узнал царя Александра I, который в этот момент должен был лежать при смерти на подушках. История получила продолжение в рассказе одного из денщиков барона Дибича, сопровождавшего Александра в поездке. Незадолго до смерти царя барон дал денег своему подручному, пригазав раздобыть поношенный длинный плащ и отнести его в государево покое. Масло в огонь подлил еще один странный случай. Охрана государя и его свита несла третья рота Семеновского полка. За несколько дней до скоропостижной качин Александра I в этом воинском подразделении прострафился унтер-офицер Струменский, внешне напоминавший императора. Наказывая унтер-офицера, его засекли до смерти. Но что стало с умершим, кто его захоронил и где, осталось неизвестным. Дальнейшие события выглядят еще более загадочными. Касаются они непосредственно императрицы Елизаветы Алексеевны. Вдова не поехала сопровождать гроб с телом мужа в столицу, а осталась в Таганроге. Отмечено, что во время проживания в этом городе, в период с декабря по март, Елизавета Алексеевна много раз общалась с набожными странниками. И вот был среди них статный мужчина высокого роста, которого царица принимала в личных покоях. Лица его никто рассмотреть не мог, так как оно всегда было скрыто капюшоном. А через 11 лет в Пермской губернии объявился странник, Назвавшийся Феодором Казмичем Казминым 60 лет от роду. А вот сказать, какого происхождения и откуда родом, статный благомолец отказался. За что его обвинили в бродяжничестве и сослали в Сибирь. Вот там Феодор и осел после окончания срока ссылки. Первым в отшельнике богомольце признал покойного императора казак по фамилии Березин, Который по молодости служил в Санкт-Петербурге и часто видел царя. По его словам, старец был как две капли воды, похож на покойного императора. Известно также, что Феодор иногда принимал у себя в избушке неких солидных людей. Старец уединялся с ними в келье и о чем-то говорил на французском языке. Зимой 1863 года Феодор Кузьмич простудился и помер. Был ему в ту пору 86 лет. Похоронили его на кладбище томского богородицы Алексеевского мужского монастыря. А разбирая немудренный скарпус общего, обнаружили две бумажные ленты, исписанные с обеих сторон мелким почерком. Прочитать написанное было невозможно, так как это был шифр. Самое удивительное, что ключ к этому шифру так до сих пор и не найден. Был ли старец Феодор императором Александром I, инсценировавшим свою смерть, или это красивая легенда? Это могла бы установить генетическая экспертиза, ведь место захоронения Феодора известно, а в Европе здравствует немало потомков семьи Романовых. Странно, что эту экспертизу до сих пор не сделали.